Всем доброе утро! Итак, я еще пока не ложилась спать, но это нормально, это мой режим. В данный момент вам подарю ритуал и пойду отдохну немного. Вы знаете, бывают моменты, когда ты чувствуешь, что в твоем доме какое-то скопление не очень хорошей энергии, отрицательной энергетики. Какое-то ощущение такой захламленности, словно пространство стоит на месте, ничего никуда не двигается, никаких перемен не случается. Кроме того, могут дома происходить ссоры, агрессивные какие-то действия, постоянная какая-то нехватка денег, непредвиденные расходы и прочее, прочее. Либо у вас есть ощущение, что какие-то опасности вас преследуют, либо вы часто едете по делам или мало бываете дома, и у вас опасение, чтобы вдруг ваш дом не подвергся каким-то там кражам, ограблениям. Или вы хотите спокойно жить, чтобы вас не беспокоили никакие власти имущие, никакие лишние люди, либо надоедают, может быть, друзья мужа, или не очень нравятся друзья сына или дочери и так далее. Когда вы хотите, чтобы ваш дом самоочищался, убирал ненужное и охранял ваше имущество, вашу жизнь, проведите этот ритуал, и он вам очень сильно поможет. Ритуалы, связанные с чисткой дома, с охраной дома, я вам очень много их дарила. Вы знаете, они очень эффективные, сильные, отлично работают, между прочим, я вам скажу. Ну вот, в частности, помощь родных стен, когда, или оживление пространства, духов дома и прочее, как для практиков, так и для простых людей, отлично работают и очень помогают в трудной ситуации. В данный момент мы будем проводить следующий ритуал. Вам нужно будет три рюмки водки, звать будем трёх бесов. Бесы – это духи нижнего астрала, которые, в принципе, могут помогать человеку. Чаще всего бесов мы зовём практикующие люди, когда хотим, чтобы они нам служили, что-то для нас сделали. Но если вам дарят ритуалы практикующие люди, то можно и вам без опаски провести тот ритуал, который вам подарили, поскольку там элементов опасности не существует. После того, как эти три рюмки будут наполнены, после того, как будет произнесено то, что нужно, эти три рюмки поставьте в разные места в вашем доме. Они до той поры, пока водка полностью не улетучится. Можно один на подоконник, второй можно где-нибудь возле двери, где-то там, если есть у вас приспособление ставить, третий можно на кухне, но чтобы они были в разных местах. И вот эти три силы будут охранять, оберегать и делать то, что вы у них попросили или вы им повелели. Итак, начнем. Наливаем вот эту вот необычную такая интересная водка. Я его взяла именно из-за вот этой вот красивой бутылки, потому что она мне еще пригодится, как графин. Налили. Налю три рюмки, напою трех песов и дам им задание. Первый бес, угощайся, пей, напивайся, сил набирайся и исполни просьбу. Кони из дома неудачи и ссоры, злость и раздоры. Кони изгоняй, обратно не пускай, со всех щелей и комнат. Кони раздоры и неудачи, пинай и бей, сжигай и кусай. Все неудачи, ссоры, раздоры из дома убери вон. Наливаем вторую рюмку. Второй бес, угощайся, пей, напивайся, сил набирайся и исполни просьбу. Кони безденежье из дома в обнимку с бедностью. Гони из моего дома безденежье и бедность. Бей и кусай. Обратно не пускай. Безденежье и бедность убери из дома вон. Третью рюмку наливаем. Третий бес, угощайся, пей, напивайся, сил набирайся и просьбу исполни. Не пускай к дому врагов, недругов, зло желающих, всяких супостатов, воров и вредителей. Не пускай, гони, дом от них запри, жизнь и добро мое сохрани. Три беса, угощайтесь, сил набирайтесь и исполняйте заклято. Проведите этот ритуал и значительно они очистят атмосферу вашего дома. Уберут раздоры, ссоры, всякие неурядицы, всякие мелкие проблемы, ощущение давки. Иногда бывает, что дома накапливается отрицательная энергетика и вас домой не тянет. Или вы дома чувствуете какую-то тяжесть. Вот эти силы будут потихоньку очищать ваш дом от всего этого. Вы им дали задание, они будут гнать из дома все эти вредоносные энергии. Так что попробуйте, сделайте, и это вам очень поможет. Всем удачи!